На этой неделе у хакасских парламентариев нашлось время не только для законотворчества. 18 июня делегация Верховного Совета отправилась в гости к юбиляру. 90-летие отметил Герман Александрович Чванов, человек, который заложил основы финансовой системы Хакассии. Я думаю, что мы имеем полномочия от всей республики поздравить вас с удивительным юбилеем. Дай Бог, чтобы еще юбилей был красивый, еще более красивый. Мы от всей души вас благодарим. Вы делали по жизни очень много добрых, хороших дел. Вы как профессионал, высокого уровня, все это мы понимаем и знаем. Поэтому мы включаем благодарственное письмо вам. Спасибо. Герман Чванов закончил Московский финансово-экономический институт в 49-м году. Спустя 10 лет стал заведующим финансового отдела Хакасского облсполкома. В финансовой системе республики он трудился до выхода на пенсию. Экономия энергоресурсов даст дополнительные средства для развития республики. Узнать, что сейчас предлагают ученые для того, чтобы сделать энергетику эффективнее, на этой неделе можно было в Драматическом театре Абакана. Там состоялся первый форум по энергоэффективности. Разработчики предложили свои проекты, позволяющие сделать энергию дешевле и использовать ее с выгодой. Например, мини-гидроэлектростанцию или систему регулирования подачи тепла в здание. Если каждый руководитель муниципального учреждения, руководитель органов местного самоправления, госсистемы поймет, какие есть возможности и варианты, я убежден, что значительный объем денег бюджета сократится на реализацию многих-многих социальных направлений за счет эффективности сокращения расхода угля, электричества и так далее. На этой неделе состоялся президиум Верховного Совета Хакасии. Один из главных вопросов касался приватизации недвижимости. И он вызвал споры. Конкретно речь шла о здании в центре Абакана, в котором располагаются два предприятия. До сегодняшнего времени на втором этапе приватизации, то есть на продаже акций, у нас находится типография Хакасия, включена, уже была включена в 2013 год. И дополнительно правительству предлагаются акции института Верховного Совета Хакасии. Вы сейчас коснулись только помещений, как капитальных зданий, сооружений. А ведь там, если мне память не изменяет, мы, начиная с 2003 года, напихивали туда серьезные государственные средства. И там были обновлены оборудования и так далее. Есть мнение определенного круга лиц, что это будет приватизировано с целью последующей ликвидации. Члены президиума порекомендовали Комитету по управлению госимуществом внести в документ больше ясности и приняли его к работе. Доработанный законопроект будет рассмотрен 26 июня на ближайшей сессии. Кроме того, на президиуме Верховный Совет Хакасии подвел итоги работы за первое полугодие. По плану депутаты должны были рассмотреть 58 законопроектов. К этому моменту проработанных 49, еще два республиканский парламент рассмотрит на ближайшей сессии, 26 июня. Один из них касается ремонта многоквартирных жилых домах, и он включает в себя еще пять законопроектов. Помимо этого, за первые шесть месяцев 2013-го депутаты рассмотрели семь законопроектов, которых изначально в списке не было. Интересно узнать, какой еще конкретный закон был принят в рамках уже определенного плана законопроектной работы. И это внесение изменений в некоторые нормативно-правовые акты, которые касаются государственных наград республики Хакасия. В частности, это учрежденная нами государственная награда имени Катанова о трудовой доблести и родительской доблести. Таким образом, депутаты практически выполнили планы. Те законопроекты, которые не были рассмотрены в первом полугодии, перенесены на второе. Их пять. И их рассмотрит Верховный совет нового созыва. На этой неделе 108 новобранцев из Хакасии пополнили ряды вооруженных сил России. 19 июня в республиканском военкомате провожали призывников, которые будут служить во внутренних войсках МВД и в Главном управлении Министерства обороны России в Хабаровске. Вы помните, что в Хакасии вас ждут не только друзья и родственники. Ждет вся Хакасия, и мы надеемся, что приедете сюда и проявите себя здесь, на поприще и производство, и на учебе здесь в Хакасии. С львом пути. Удачи! Такими темами и событиями отметилась парламентская неделя в Хакасии. Напомним, парламентский дневник вы можете смотреть на официальном сайте Верховного совета, а также в Твиттере и в Одноклассников. Эти адреса сейчас на экране. У меня на этом все. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова